Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо. Я Роман Карасев. Вы смотрите рубрику «Библиотека боевых искусств». И сегодня мы продолжаем рассказ о научно-методическом сборнике ХИДЭН. «Боевое искусство и рукопашный бой». Вот у меня в руках эта книга. Это одиннадцатый выпуск. Автор Алексей Горбылев, историк боевых искусств, мастер боевых искусств. Очень много исследует боевые искусства, много переводит документов по боевым искусствам. В этом одиннадцатом выпуске Алексей Горбылев ознакомит читателей материал памяти известного историка боевых искусств и спортивных сельдоборств Михаила Николаевича Лукашева. Вот такой материал здесь есть. Дальше достаточно объемная часть посвящена опять исследованиям Алексея Горбылева и переводам документов. Вы можете прочитать здесь Ли Юньбао «Ласточка с железными крыльями», Ма Минда – это автор, мастер боевых искусств в переводе Алексея Горбылева. Также исследование Алексея Горбылева «Модернизация японских боевых искусств в эпоху Мэй-Дзи» и «Рождение Будо». Это вторая глава «Начало возрождения боевых искусств». Обширный материал исторический, где Алексей Горбылев знакомит нас с историей того, как реформировалось боевое искусство в Японии. А также материал Евгения Лачина «Тхэквондо. От возникновения до раскола». Тоже очень интересный материал. Вообще мало информации есть о Тхэквондо. А здесь вот в этом сборнике «Хиден» размещена достаточно объемная информация, почти 70 страниц материала. Я сейчас вам покажу этот материал. Вот здесь материал. Есть также много фотографий, фотографий, иллюстрации. Очень полезная информация для тех, кто изучает Хэквондо. И в конце дополнены материалы «Мабуни Кенва. Изучение Ката Сепай. Часть первая». И «Фудзиты Сейко. Доронрон. Мемуары последнего ниндзя. Продолжение. Начало было в предыдущих номерах. Как я уже говорю, всегда научно-методический сборник Хидена выходит в очень хорошем качестве. Жесткий переплет, хорошая бумага, хорошая печать, много иллюстраций, много полезной информации, нужной каждому мастеру боевых искусств, кто уже давно практикует или кто только начал практиковать боевые искусства. Поэтому я рекомендую это научно-методический сборник Хиден «Боевое искусство. Рукопашный бой». Ссылка на то, где можно приобрести эти книги, будет в описании. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать, также писать нам об этом. Так что такой сборник всегда хорошее дополнение в любой библиотеке боевых искусств каждого мастера.